Рад вас приветствовать в стенах нашего института слушатели онлайн тоже здравствуйте и я к вам начну наверное сразу с большой благодарности спасибо за ваш интерес за ваш интерес к игре за то что вы в пятницу вечером в хорошую погоду весеннюю не занимаетесь своими взрослыми пятничными играми а пришли послушать про детскую игру на самом деле на мой взгляд название игра в жизни ребенка достаточно скучно ватенькая такое как будто бы нет интриги но в том смысле понятно да что в жизни ребенка да есть игра я сегодня хочу ну немножко внести наверное эту интригу если получится честно хочу вас увлечь впечатлить опять же таки если получится этому с вами в конце уже как-то по проверим сразу хочу ну как так обозначить что мой интерес к игре носит на такую практика ориентированный характер да в том смысле что игра меня изначально интересовала как возможность установление контакта как возможность увидеть и понять мир ребенка как возможность ему помочь справляться с какими-то переживаниями если у меня создается возможность присоединиться к его игре да то есть ну что что называется на практике на удивительным образом весь тот опыт который я получала конечно несомненно там теоретические основания они тоже важны он формировал какой-то мой взгляд вообще на игру да и я хочу этим взглядом с вами поделиться но что самое интересное этот взгляд на игру он как будто бы и начал менять взгляд на мою собственную жизнь вот этим как бы немножечко хочу поделиться насколько вам это там ляжет не ляжет там в конце буду благодарна за какую-то там обратную связь из чего мне наверное хочется начать что достаточно сложно определить игру до определение игры и вычленить ее из другой деятельности человека вся наша жизнь игра знакомая фраза да не знаю если здесь кто согласен с этим вся наша жизнь игра ну можно с ним соглашаться можно не соглашаться а если те кто против серьезная игра но в каком-то смысле да у меня наверное на этот вопрос такой ответ и да и нет ну то есть она игра тоже время нет и мы с вами обязательно коснемся того что важного и значимого происходит в игре ребенка но сначала я предлагаю немножечко широко рассмотреть вообще понятие игра что такое игра она считается что это непродуктивная осмысленная человеческая деятельность мотив который лежит лежит не в результате а в самом процессе да ну это такое в общем-то определение чтобы под этим было еще нужно как-то так поисследовать и я приглашаю вас сейчас просто в порядке ассоциаций что у вас возникает какая ассоциация к слову игра а я буду записывать согласны первое ребенок азарт игрушки а что-то еще было увлеченность увлеченность фантазия еще а а а а по моему был еще а а а а и а и и и и вот это интересно поражение так грустная пошли слезы игра слезы интересная ассоциация что драка соперничество еще по моему было дружба роли никакой интриги почему-то нету такого там пролицедейства например наслаждение вполне себе про несерьезность не провоцируйте сегодня как ага отлично вообще понарошку это прям хорошо ну да не возникла у вас про жестокость любопытно хотя возможно взрослый да ну давайте наверное все да но идея у меня была такая что вы скажете что там это развлекуха бесцельное времяпрепровождение что-то такое такое лицемерие да поскольку очень часто отношение к игре а он играет да все понятно не возникло лишь играет но не у всех такое есть лишь на и в этом смысле действительно игра это все и правда если мы будем пытаться отличить ну как бы игровую деятельность там дать не игровой деятельности то вполне себе иногда будем попадать ну в какие-то такие очень расплывчатые категории да то есть когда я например флиртую я играю или я живу ну как бы там какие-то такие моменты да когда там мы там не знаю договариваемся про то как мы проведем сегодняшний там выходной да у нас есть какие-то определенные там планы какое-то занятие мы хотим провести время провести его с удовольствием это игра или это другая какая-то деятельность или это можно там отнести к отдыху или еще к чему-то есть такая замечательная книжка человек играющий не знаю читали вы ее или нет нидерландского мыслителя философа культуролога и ахана хёзинге и меня она когда-то очень впечатлила поскольку он попытался написать такой колоссальный труд там да с точки зрения не попытался написал да с точки зрения того что что является игрой и про ее при ее прочтении после ее прочтения в общем как то так создается ощущение что в действительности вообще-то вся наша жизнь может быть игрой вопрос в том какие критерии игры и он их явно обозначил я сейчас с вами поделюсь этими критериями дальше мы с вами будем размышлять уже двигаться в сторону игры ребенка до что происходит в игровой деятельности детей мне очень хочется вот еще какой задать вам вопрос ну наверное всем как это известно что основная деятельность из нашей отечественной психологии ребенка дошкольного возраста это основная ведущая деятельность взрослого человека вообще-то труд да звучит никто не так вдохновляюще как игра на самом-то деле но я сейчас достаточно спекулятивно ввожу такую мысль да про то что взрослые для того чтобы в общем то там стать взрослым он проходит до этого определенные там да он рождается сначала и у него на каждом этапе его взросления до того как он станет взрослым есть определенные задачи да и опираясь опять же таки на теорию деятельности хотя бы там даже говоря о том какая деятельность свойства на какому возрасту да то есть в младенчестве это эмоциональное взаимодействие основная деятельность с лицом ухаживающим там но в основном с мамой дальше дошкольное прекрасное детство это игра да дальше школьный прекрасный возраст это учеба дальше подростничество это общение и в общем вот он вошел во взрослую жизнь и если мы так как я уже сказал спекулятивно предпо сделаем предположение что из каждого возраста из каждой деятельности он ей насытился этот взрослый человек гипотетический взял то что там было необходимо для себя обогатился тем что было важно в каждом этом периоде в том числе и игрой да то можно предположить что к труду он тоже может подходить очень по-разному не только как к чему-то такому тяжелому там да в жизни необходимому а в общем то может быть даже и играюча но это мы сейчас с вами посмотрим я как раз таки предлагаю возьму шпаргалку чтобы мне куда-нибудь не уплыть про признаки игры который еще один описал в своем труде и первый признак это потеха и здесь я бы добавила удовольствие поскольку в потехе есть удовольствие и есть еще такой момент там да про то что здесь еще и свобода да в том смысле что игра это некое свободное действие в которое я могу свободно войти по собственному желанию и свободно выйти то есть это вот признак вот именно того что эта игра второй важный признак это не продуктивность как раз таки про то что все ради процесса и то удовольствие которое происходит в игре она происходит не потому что там я добьюсь какого-то результаты получу какой-то продукт а потому что мне нравится сам процесс и в этом смысле строго говоря азартные игры ну по в этой системе координат вообще-то не игры получаются поскольку там на они направлены вообще-то на ней некоторый результат да я хочу там обогатиться я хочу получить что-то я хочу 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 да то есть стремление к результату следующий критерий это правило в любой игре должны быть ясные правила для всех участвующих сторон соответственно третье это воображаемость это как раз таки то кто-то сказал про понарошку это на самом деле очень важный этап вообще в развитии любого человека там до в развитии ребенка когда у него появляется это понарошку когда он берет чашечку и делает вид что он пьет то есть он точно знает что там ничего нету он так уже начинает играть на то есть вот это вот понарошку это очень важный признак вообще ну такой с точки зрения развития ребенка да когда у него появляется возможно способность к символизму и так далее так далее что является очень важным и значимым и пятое критерий да это игровое пространство то то есть это некоторая отдельность там до от реальной жизни и это как раз таки про то что у игры есть начало и есть конец и она каким-то образом обуславливается там до в определенных границах либо времени либо места посмотрите ну это скажем так предложенная такая там до система координат понятное дело что есть другие системы координат и опять же таки есть другие подходы к исследованию игры я вам предлагаю это поскольку мне кажется это очень важным в понимании того вообще что происходит с ребенком и как его важно сопровождать в его игре если мы на это нацелены